Прошлая неделя была критической. Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемиологически более чем на 80%. По понедельникам медики зачастую регистрируют вдвое больше вызовов, чем в другие дни. Однако уже сегодня ситуация нормализовалась. За вчерашний день закрыто 11 групп в 8 детских учреждений и 3 класса. То есть накопительное это больше, но это очень такая живая тема. Сегодня мы закрываем одни группы, другие открываем, также и классы. То есть тенденции к ухудшению в настоящий момент, к ухудшению по росту нет. Все случаи гриппа зарегистрированы у детей в возрасте с года до 5 лет. По наблюдению врачей, именно эта категория оказалась наименее охвачена во время прививочной кампании. Многие родители сами отказывались от вакцинации, другие откладывали из-за болезни. Так называемые организованные дети, то есть посещающие детский сад или школу, болеют реже и менее тяжело. Однако и они не застрахованы от вирусов на 100%. В садик больных людей не пускать, у детей маленьких. Особенно, как некоторые любят, привезти ребёнка с соплями и в группу. Им же работать надо, а потом у меня, допустим, ребёнок с летом заболевает сразу. Во время сезонного подъёма ОРВИ и гриппа в больницах и поликлиниках введён масочный режим. В День здорового ребёнка медики принимают только экстренных пациентов. К врачу пришли, нас не приняли. Забрали карты, сказали, что не будут принимать. А вас заранее не придут? Заранее никто не придут. Преждал, что карантин или ещё что-то будет. Прививки должны ставить. Узких специалистов нужно пройти. Случаев так называемого гонконгского гриппа в Ангарске не зафиксировано. Но и обычный грипп, опасный своими осложнениями, не так страшен, если вовремя ставить прививки и не посещать места массового скопления людей в период эпидемии. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.